Следующий технологический процесс, который нам с вами предстоит рассмотреть, это чистка и предотвращение появления на поверхности обуви солевых разводов и реагентов. Это вопрос, который наиболее актуален, скажем так, для жителей крупных городов и мегаполисов, особенно Москвы, где вообще, извиняюсь за выражение, непонятно чем поступают наши улицы и как это все эти реагенты действуют на наши обувь. Печально, но, скажем так, выходы есть. Что особенно хотелось бы обратить внимание в данном технологическом процессе? В данном технологическом процессе хотелось бы обратить внимание на то, что, что бы мы ни делали, какие бы средства ни использовали, к сожалению, соль так или иначе будет проявляться. Но, все, что в наших силах, сделать так, чтобы соль проявлялась поменьше и чтобы ее негативное воздействие было минимальным. Негативное воздействие соли, к сожалению, это одно из самых больших негативных воздействий, которые могут быть вообще неиспользованы, то есть неиспользованы, а, конечно, применимы к обуви. Дело в том, что соль имеет свойство проникать в виде солевого раствора внутрь кожи и при высыхании кристаллизироваться. Эти кристаллики соли, они как бы разрывают коллагеновые волокна, делая кожу ломкой, сухой, делая ее эксплуатационные качества гораздо меньше тех сроков эксплуатации, на которых обувь рассчитана. Особенно это, скажем так, заметно на хороших кожах, как это было бы ни странно, потому что на пластике или, увы, из искусственной кожи негативное воздействие соли, оно менее, скажем так, такое заметное. И, что бы хотелось сказать, что солевые растворы, то есть те солевые реагенты, которые...